Газеты Эврика И, конечно, газета старается охватить то, что привлекает внимание читателей, что происходит в нашем городе, в стране, в мире, о чем люди говорят, о чем они обсуждают. Сейчас особенно в социальных сетях активно обсуждают, поэтому газета предназначена прежде всего для тех, кто привык к печатной прессе. Но, само собой, что в печати все дается досконально, подробно и можно, в отличие от телевидения или радио, почитать, еще раз внимательно посмотреть, найти для себя полезную информацию, выписать какие-то телефоны или имена чиновников, руководителей. И многие люди используют именно газетные материалы для того, чтобы почерпнуть для себя какую-то важную полезную информацию. Ну и на первой полосе буквально мы видим заметку, о чем вчера активно все спорили. И, что интересно, у нас уже настолько наши чрезвычайные службы приучили к учениям всевозможным, предупреждениям, что люди даже, когда слышат выстрелы на улице, то все думают, что это учения какие-то, и на это не обращают внимания. И стараются даже подъехать поближе и сфотографировать на телефон происходящее. Это, наверное, потому что буквально накануне сообщили об очередных учениях, которые проводились в районе Акжар. Да, учения были в Акжаре о происшествии на проспекте Сан-Кибая, но, тем не менее, вот, как говорится, мы каждый раз видим, что все перетолковывается, принимают другие формы. Действительно, задержали опасного преступника, и он еще и был в состоянии наркотического опьянения за рулем. Но вот заметка небольшая, но все подробности, чтобы уже не было никаких кривотоков, вы сегодня в газете прочтете. Очень большой объемный по информации материал связан с тем, что сейчас в городе увеличилось количество краж. Действительно, мы и в обсуждениях это видим, и мы слышим от своих знакомых, близких людей, что и в автобусе могут обокрасть, и квартирные кражи выросли. И хотя это вот сейчас пока на бытовом уровне обсуждалось, но прокуратура, которая собирает все эти сведения, сейчас дает прям конкретные цифры, на сколько чего у нас выросло. И даже даются причины, почему так происходит. То есть, конечно, это связано, возможно, с экономическими причинами, но объяснить это только безработице вряд ли возможно. То есть, не каждый человек, не имеющий денег и работы, идет воровать у своего ближнего. Скорее всего, это безнаказанность, это примирение, которое сейчас наш закон позволяет. И когда находят там соседа, который совершает десятки краж за месяц, и его прощают соседи, то понятно... Это уже порождает безнаказанность, да? Да, и дальше он просто, у него развязываются руки, и он начинает это дело уже активизировать. Тоже тема, которую сейчас родители много обсуждают, поборы в школах. И опять-таки, это спорный вопрос. То есть, сейчас за это взяли серьезные инстанции, они говорят о том, что родители не должны сдавать ни копейки, что на все выделяются деньги, но когда в группах родителей появляются сообщения, что собираем намел на тряпки, на что-то еще, то... И еще пишут на отписи, все это ради наших детей. Да, все ради детей. И здесь возникает вот такая, как бы, ситуация, качели, что, с одной стороны, хочется сделать детям больше, и что-то приятнее такое в классе, как-то облегчить их нахождение в школе. А с другой стороны, здесь наши все руководящие службы говорят о том, что вы не должны ничего сдавать. Но, опять-таки, вдруг встречается фраза, что все решает попечительский совет. Да, 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 вот об этом я только что хотела сказать, что все-таки есть попечительские советы, которые, с одной стороны, узаканивают все эти поборы. Да, и считать ли это поборами. На добровольный основе, но все-таки... И что именно должны попечительские советы покупать нам? Ведра и тряпки? Или какие-то дополнительные книги, там, картины, которые можно... Учебную литературу. Учебную литературу, да, учебную литературу и так далее. Тоже это тема для обсуждения. Я думаю, что в комментариях на наших социальных сетях, в газете «Эврика» в Инстаграме, например, там можно все оставлять, свое мнение, по поводу всех материалов. Жители улицы Эмбенской привлекают внимание к тому, что у них творится сейчас, потому что накануне осени сырости они предчувствуют, что по их улице уже невозможно будет не только пройти, но еще и на автобусе проехать. А там дети в школу идут и так далее. И опять-таки, вот ситуация такая же спорная. С одной стороны, у нас ведутся ремонтные работы на дорогах, с другой стороны, они могут растянуться на год, на два, в зависимости от финансирования. То есть, когда жителям говорят, ждите, на следующий год у вас будет асфальт, то, значит, предполагается, что они всю зиму, осень и весну должны провести в таких нечеловеческих условиях. И терпеть эту грязь, да? Да, и терпеть все это. Поэтому они просят Акимов, чтобы те проехали по их улице и посмотрели. Но я думаю, что Акимов большой простор для деятельности такого рода. О том, какая новая подстанция появилась в Жилгородке, вы тоже подробно прочитайте сегодня в Иврике и узнаете о том, какие еще проблемы у наших энергетиков есть, потому что сейчас и изношенность оборудования присутствует, как и всего. Так что вот здесь тоже много такой важной информации. Ну, и многие слышали о том, что в этом году у нас несколько школ городских получили имена видных государственных деятелей. И сейчас, что интересно, это все новые школы, которые открыты в сельских округах. То есть, по-видимому, вот такая тактика у нашего образования, что новые школы, они набирают новый коллектив учителей, учеников, и они будут продвигать вот именно те гуманистические идеи, которые деятели культуры и искусства заложили еще много лет назад. Ну, и также биографические данные даются именно этих людей. Тоже важно это все знать. Думаю, что привлечет внимание читателей страница, которая идет под рубрикой «Былое». В этом году исполняется 100 лет со времени создания уголовного розыска. То есть, как милиция в советское время была создана еще до того, как появился Советский Союз, но в 2018 году была уже создана вот эта милицейская структура, народная милиция. И уголовный розыск уже тогда начал борьбу с бандитизмом и со всевозможными преступлениями. Ну, сейчас у нас это все приняло другие формы, но, тем не менее, рассказы о том, как раскрываются преступления, как работают следователи, оперативники, это всегда вызывает интерес, тем более это наша местная октябрьская история. И газета начинает публикацию серии таких очерков, рассказов оперативников, которые долгие годы проработали в нашем уголовном розыске. Я думаю, что это тоже должно быть интересно всем нашим читателям. Интересны также идеи, которые актюбинцы предлагают. Иногда они имеют такой широкий характер с историческими какими-то ассоциациями. И вот один из жителей нашего города нашел связи между судами викингов, ладьями, которые путешествовали, как известно, из Варяг вниз в Азию, и тюркскими, так сказать, историческими хрониками, в которых рассказывается о том, как строились азиатские лодки. Вот она все это хочет сейчас связать, доказать, что это все взаимосвязанная история. Но ему нужны помощники, спонсоры, кто эту идею будет вместе с ним продвигать. Возможно, люди это прочитают и тоже увлекутся этой идеей. Еще один исторический материал хочу показать. «Твои люди, Актобе» – это история одной фотографии. Мне кажется, что наши читатели, особенно старшего возраста, которые сейчас увидят эту фотографию 1956 года, могут здесь на ней узнать кого-то из своих старых-старых знакомых, потому что исторические фотографии, они тем и интересны, что здесь мы видим не только историю города, но и историю еще отдельных людей. И по поводу этой фотографии, она была сделана в 1956 году, когда в Актюбинском аэропорту приземлился самолет с шахом Ирака. Мохаммедом Резапи Хлеви. Он был со своей супругой. Вот на фотографии его супруга здесь есть. Она идет вместе с детьми. И несколько человек из нашего города узнали на этой фотографии себя. Эту фотографию уже публиковала Эврика когда-то. И было такое предложение найти себя, узнать и написать, что с вами дальше стало. Так что несколько человек здесь себя узнали и написали, как дальше сложилась их жизнь. Тоже очень такой интересный, занимательный материал. Ну и, конечно, то, что спорт у нас в газете присутствует, и рассказывается постоянно один и тот же у нас есть очень опытный и знающий, хорошо пишущий эксперт в этой области Владимир Венгер. Как всегда он дает обзор того, что происходило за последнюю неделю, как и национальная сборная Казахстана себя чувствовала, что она делала. Вот так что, как всегда, в газете много интересного. Много чего интересного, актуального, да, в этом номере. Как всегда есть что почитать. Спасибо за содержательный рассказ. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Я благодарю вас за беседу. Я напомню, что это была программа из первых рук. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»